Все пошло не так. Жители одной из улиц района нефтебазы рискуют уйти под землю. А все потому, что им решили сделать ливневую канализацию. Долгожданные масштабные работы начались этим летом, но люди требуют остановить беспредел. Ирина Вобещевич расскажет подробности. Эта улица авиаторов на нефтебазе сейчас не выдерживает никакой критики и оправдывает название тем, что здесь можно разве что летать. Она и без того узкая была, а сейчас, чтобы подобраться к домам, приходится пробираться по грязи и перекопам. Да еще стараться не провалиться в эту канаву, наполненную жижей, успевшей зацвести зеленью. Все началось 13 июля. Мальчик, который делал, был наемником. Мы к нему подходили, спрашивали, что происходит. Он сказал, что он просто наемник, ничего не знает. Ему просто сказали копать. Причем сказали копать просто на глаз. Здесь у нас очень близко идет Гараганда. Это сутрубы. То есть, как бы вообще он никак вообще не высчитывал, не высчитывал ничего. То есть, они просто копали. Сейчас это все пообвалилось. Обваливаться оно стало в тот же день. Еще даже дожди не начались. Оно уже обваливалось. Интересно, что еще раньше, когда начали первые разрытия подливневые лотки, на коротком участке появились провалы и затопления. Работу остановили и ушли. Но потом, тем не менее, работа продолжилась. Вы сами, да, видите, вот оно падает. Оно падает. Там вот у людей уже скоро просто калитка. Она просто уже съедет в эту лужу. Здесь висит бак, который вот земля отваливается. То есть, вот оно все видно, как это все плюхается. И ничего никто не делает. Всем как будто наплевать. Люди начали строить себе мосты, чтобы попадать в дома. Проводить укрепления. Кромок оврага бесполезно. Он осыпается. Звонки в инстанции не помогают. Вызываю люди уже скорую. Скорая проехать сюда не может. Скорая останавливается просто где-то там. Говорят, несите людей сами. А как вот отсюда, а как вынести вообще людей? Сейчас люди просят помощи и говорят, что уже не хотят никаких ливневок под угрозой их газопровод. Тем не менее, работа будет продолжена. Скорее всего, будем засыпать этот участок обратно. Засыпать обратно, скорее всего. Потому что там вода постоянно поступает. Это грунтовая. Там невозможно работать. Сейчас будем принимать решение по нему, что делать. Обещают, что в скорейшем времени решат проблему.